Российско-Армянский университет Становление и создание университета Мы как правительство Москвы, а там я отвечал за всю международную внешнеэкономическую деятельность Постоянно университету помогали Потом я приезжал сюда как заместитель руководителя федерального органа власти Который отвечал за связи со странами бывшего советского, ну или как говорят постсоветского пространства За культурное и гуманитарное сотрудничество Ну и последние уже почти 8 лет я работаю на очень интересном, непростом, конечно, крымском направлении Что такое Крым? Мы сейчас только что говорили с армянским бизнесом Встречались с друзьями Крыма в Армении И здесь председатель координационного совета клуба друзей Крыма в Армении присутствует Я хочу вам сказать о том, что мы пришли безусловно к выводу о том, что Крым это переломная точка в развитии не только России Но и всей международной ситуации Я как дипломат долгое время, 35 лет практически проработавший в системе Министерства иностранных дел России Могу сказать, что столь напряженной ситуации в мире, как сегодня, не было Я думаю, здесь, ребята, связаны с политическими процессами, политологией, историей, философией И все вы будете жить в мире очень сложно Вот предстоящие годы будут иметь решающее значение для того, как будет развиваться судьба Армении, судьба России В которую, конечно же, вписан Крым Но я не буду останавливаться только на крымской теме Крым был переломным моментом Когда в мире стали меняться соотношения Соединенные Штаты и Старая Европа Безусловно оказались в нынешней ситуации Уже на спаде своего развития Своего могущества И стали возникать такие глыбы и махины Как Китай, который уже превзошел Соединенные Штаты Америки По своему производственному потенциалу И по оваловому внутреннему продукту Россия укрепила свои позиции после длительной болезни Связанной с разделением на части своей исторической территории Территория, которая существовала не просто как одно государство Не воспринимайте Россию как одно просто государство Которое вот так называется Россия – это цивилизационная система Огромного количества народов Среди которых века находился и армянский народ Которое развивалось как единение тех Кто нуждался в создании восточно-христианской цивилизации Я напомню, что Армения здесь была первым христианским государством И для Армении это особенно ценное понятие И составляющее всей мировой, современной и исторической в прошлом системы Мы, конечно, говорим о том, что все народы со своими культурами, языками, часто автономным управлением И смогли выжить только потому, что они были вместе в рамках этой единой цивилизации Мир развивается цивилизационными домами, если хотите Это семьи, которые живут совместно Если наша восточно-христианская семья сложилась как таковая Как монолитное совместное объединение Только в этом случае мы смогли и в этих условиях Пережить колоссальное потрясение, войны Когда рушились другие цивилизации Наверное, если здесь есть историки, вы помните разрушение Византийской империи Но в которой, между прочим, армяне играли одну из ключевых ролей в судьбе А во всяком случае ее восточной части И сегодня мы говорим о том, что, безусловно, Астрия направлена со стороны западной цивилизации На то, чтобы обрести какие-то возможности своего развития Связанные с разрушением нашей цивилизации Да, мир находится сегодня на таком изломе Когда кончаются общедоступные природные ресурсы И где-то надо пополнять свои запасы каким-то образом Я, кстати, напомню, если вы читали труды Николая Яковлевича Данилевского А если не читали, почитайте Они написаны более 150 лет назад Есть такая у него интересная книга Вот запишите «Россия и Европа» Россия была, конечно, тогда исторической Россией В которую входила и Армения Поэтому мы должны воспринимать ее, опять же, как цивилизационную систему Так вот, Николай Яковлевич Данилевский обосновал В общем, с точки зрения даже развития биологических видов Что Запад, Европа западная Всегда будет идти на восток Потому что у нее на Западе Атлантический океан На Севере Северный Ледовитый А на Юге Средиземное море и дальше пустыня Сахара Поэтому в своей экспансии Европа всегда будет нацелена на восток Что, в общем-то, в нашей истории и происходило, и неоднократно подтверждалось А сегодня в условиях всемирного экономического кризиса Когда действительно ресурсный кризис один из важнейших Когда будет не хватать скоро и простых вещей Таких, как вода на планете Земля Безусловно, будет осуществляться экспансия на Запад На восток Запада на восток И я подчеркну, что путей-то несколько Для того, чтобы идти на восток Можно идти с миром Предлагать сотрудничество Развивать экономические, торговые и иные связи Собственно, на что мы и ориентировались На что мы и рассчитывали Что западные партнеры будут к нам так и относиться Во многом из-за этого Решения, которые были очень сомнительными А я бы сказал, даже преступными Принимались руководством Советского Союза И руководителями трех республик Которые образовались в начале девяностых годов Это Украина, Россия и Белоруссия О разделении нашей большой страны Цивилизационного пространства На пятнадцать государств Они во многом и строились на таких наивных расчетах Что дальше мы будем жить в мире Все у нас будет прекрасно Мы ликвидируем коммунистическую систему И все будет замечательно Ничего подобного Я при той системе вырос Уже был взрослым человеком Мне было 35 лет в девяносто первом году Вы понимаете Мы все исходили из того Что мы должны как-то дружить Быть одной семьей Развиваться как единое целое Но нас с первых же шагов стали обманывать Вот вы имеете ввиду Кто будет заниматься политикой Политика Особенно в конкурентной среде Там, где твои конкуренты находятся Конкуренты обязательно будут обманывать Придумывать различного рода Такие комбинации Которые вас будут ослаблять Так и произошло на самом деле Нам сказали Если варшавского договора не будет Если не будет Совета экономической взаимопомощи А это, проще говоря Система экономического и военно-политического сотрудничества Которые были созданы Советским Союзом В Восточной Европе прежде всего То НАТО продвигаться на восток не будет Хотя вообще мы ставили вопрос даже о том Что НАТО-то бессмысленное его существование Нет, сказали Ну мы сейчас подождем, разберемся И потом стали активно продвигать НАТО на восток Несмотря на обещания Несмотря на подписанные документы Несмотря на акт Россия-НАТО Который был подписан в 1997 году Вам это кажется таким далеким временем? Вас, наверное, еще и на свете не было А я уже был в 1997 году Послом Российской Федерации за рубежом И все, нас уверяли Это все не против России Давайте мы создадим новую систему Противоракетной обороны на границах с Россией Это будет направлено против Ирана и Кореи Такие были байки, да? Ирана и Кореи Где Корея, где Иран А противоракетные системы Причем стратегического параметра Создаются на границах с Россией В итоге, к чему это пришло Вы прекрасно знаете 2014 год После пяти Волн расширения НАТО Привел к тому Что стали осваивать Уже и пространство По существу народа Государство образующего Который в вековом единении Существовал с русским народом А по существу является его ветвью Украину Захватили Я не боюсь и не стесняюсь этого слова Она была реально захвачена Был подготовлен переворот На почве того, что Украина должна идти В европейские структуры И это тоже для России Никаких не представляет проблем Но далеко не все на Украине К этому были готовы Потому что люди-то Во многом русские люди На Украине жили Все восточные, южные области Поднялись А в Крыму так Крым был долгие годы Века, можно сказать В составе России Сказали мы не хотим на Украину Потому что Шли под лозунгами Москалей перевешать Москаляку на геляку Там, значит Русских на ножи Русский язык долой И, значит Будем готовиться Так сказать К новым Виткам обострения И противостояния с Россией Это были лозунги, безусловно Навязанные Западом Которые были восприняты Маленькой крупицей Украинского общества Которая сохранилась После Второй мировой войны Из числа тех Кто сотрудничал С гитлеровской Германией С фашистской Германией И вот этот вот нацизм Расизм В виде в новой форме Антирусизма Стал охватывать всю Украину Люди, которые разделяли Эту идеологию В основном представители Западной Украины Были расставлены После переворота 2014-го года Антиконституционного Когда был свергнут Президент Янукович На места И в Восточной Украине Но Восточная Украина Поднялась И вы знаете Что Две республики Самые стойкие Которые удержались Потому что Их было больше Гораздо Объявлено Это Донецкая И Луганская Народные республики Они до конца Восемь лет Сражались За собственную Независимость А что случилось С Крымом В 2014-м году Крым в соответствии Подчеркиваю С Украинской Конституцией 138-я Статья Пункт 2 Целый раздел Автономная Республика Крым В этой статье Записано Откройте И почитайте Что Автономная Республика Крым Имеет Право На организацию И проведение Собственных Референдумов И ограничителей Там не выставлены Никаких Крым Сказал Мы После переворота Когда И украинская Конституция Подорвана И президент Свергнут Мы не пойдем В Украину В которой Победителями Становятся Те силы Настроенные Против России Против русского Народа Против русского Провел Референдум В абсолютно Спокойной Мирной Обстановке Только по одной Причине Мирной Потому что Все население Едино Душно Единогласно Было Настроено В пользу Выхода Из этой Украины И вышли Из состава Украины Но тогда Угроза Против Крыма Была Очевидна Она Она Стала Нарастать Поэтому Крым Не случайно В ходе Референдума Поставил Вопрос О том Что Для спасения Своих Людей Мы должны Обратиться К России С просьбой О принятии Нас Состава России И такое Обращение Независимое Подчеркиваю Самостоятельное Государство Под названием Республика Крым Оно Существовало Как Независимое Государство В истории Да Пусть это Небольшой Промежуток Временный Но это Так Это Государство Было Признано Российской Федерацией И оно Обратилось За защитой К России Это Могло Произойти Быстро Это Могло Произойти Не быстро Но ситуация Настолько Нарастала Серьезно В качестве Угрозы Населению Крыма Готовились Националистические Поезда И вот Здесь Находится Один из Лидеров Народного Ополчения Армен Мартаян Который Имеет Псевдоним Самвел Известный Ну позывной Это по военному А я то по гражданскому Псевдоним Это Великий Человек Самвел Вот Он Один из тех Кто возглавлял Крымское Сопротивление Украинским Националистическим Властям Он У нас Является Депутатом Государственного Совета Республики Крым И сейчас Тоже Продолжает Играть Активнейшую роль В борьбе С проявлениями Нацизма И национализма Который Охватил Таки Всю Оставшуюся Украину И продолжавшиеся В течение Восьми лет Военные действия Вяло Текущие Более сильно Активизирующиеся Против Донецкой Луганской Народной Республики Привели в итоге К тому Что Система Стала Рушиться Рушиться По одной Простой Причине Запад Жене просто Так Приобретал Себе Украину Украина Становилась Неким Южным Плацдармом Для того Чтобы разместить И создать И этим Занималась Украина Это подтверждают Документы Которые В ходе Военной Операции Захвачены Созданием Биологического Оружия Под руководством Пентагона Это все Происходило Созданием Даже Элементов Ядерного Оружия И превращение Опять В реальную И очень опасную Большую Угрозу Для российского Государства И с какой Радостью Наши западные Так называемые Бывшие Партнеры А сегодня Откровенные Противники И враги Используют Русский народ Против русского Народа Нет Лучшей Большей Мечты Чтобы русские Воевали с русскими Для запада Это самая Вожделенная Мечта Это самая Главная Надежда Чтобы русские Себя Сами Били Истребляли И так далее Как бы вам Аналогии Привести Если брать И с Арменией Ну можете себе Представить Что Вот Таким же Образом Был Обработан Например Карабах Каким-то Иностранным Государством И он бы Стал Антиармянским Оплотом Ну вот Мы так Это ощущаем Понимаете Как если бы Карабах Стал Антиармянской Силой Где готовились бы Базы против Армении Для наступления И разгрома Армянского Государства Вот так Мы это Ощущаем Понимаете Поэтому Естественно В Армении Бы появилось Желание Освободить Народ Карабаха Который В большинстве Своем Проармянский И армяне Так же У нас Появляется Большое Желание Освободить Наших Русских Людей Или Вет Украинскую Русского Народа Для того Чтобы мы Опять Восстановили Наши Цивилизационные Силы Никто В одиночку В этом мире Выжить Не сможет Мир Ломается Именно Таким Образом Что Очень Многие Страны Даже Крупные Европейские Страны По существу Становятся Колониальными Владениями Смотрите На Румынию Болгарию Прибалтику Они что Стали Процветающими Государствами Нет Их Подпитывают Так Немножко Из Европейских Фондов Но Им Угробили Полностью Промышленность Сельское Хозяйство Тоже В значительной Степени Подорвано По существу Это такие Зависимые Маленькие Колонии Злые Злые Которых Заставляют Гавкать Тявкать На Российскую Федерацию И они Вот свою Функцию Выполняют Покормил Собачку Она Лежит Спит Спокойно Не Кормишь Она Начинает Значит На Паводке Прыгать Тявкать Гавкать Вот так Вот ведут К сожалению Но зато Создается Такое Впечатление Что вот О них Начинают Говорить Что вот Весь мир Против Тут кто-то Сказал В эфире Мир Против России Да нет Это Одна Восьмая Часть Причем Очень Специфический Англосаксонский Западноевропейский Мир А семь Восьмых Совсем Не Против У нас Складывается Очень серьезное Взаимопонимание И с Китаем И с Индией И со странами Ближнего Востока С арабскими странами Это Связано И с Латинской Америкой Кстати Там Очень много Наших сторонников В том числе В лице Целого ряда Государств Складывается Таким образом Что Сегодняшнее Положение России Это Положение На линии фронта Это Передовое Положение Когда Против нас Все было Выстроено И подготовлено К тому Чтобы дальше Продвигаться Зажимать Клещами С юга И с севера И делить Россию На части Вместе Прежде всего Или из-за Ее Ресурсной Базы Говорят Россия Такая Слабая Страна Там 2% Сколько Россия Составляет В мировом Примерно Так сказать В валовом Продукте Говорят Да 2% Все Составляет Нет Не правда Россия Это 40% Мировых Ресурсов Из этого Надо исходить Все эти Оценки Валового Продукта Это Очень Призрачные Такие Элементы Созданной Буржуазной Экономической Наукой Прежде всего Будут Цениться Природные Ресурсы Вот В предстоящем Грядущем Мире Чем Грозит Например Утрата России Вот Россия Взяла И проиграла Эту Битву Которая Разворачивается В нее Запад Я подчеркиваю Не с Украины Украина Не есть цель Действия России Украину Нам надо Только Это копье Сломать Отломать Копье Которое Направлено Нам Прямо В сердце Но Народ Украины Это наш народ И мы будем Ему помогать И так же Жить веками Дальше Вместе Как и жили А конечно же Следующий этап Надо смотреть Вот Закончится Эта операция С Украиной Связанная Вот тогда В полный рост Мы вернемся К тем документам Которые Я надеюсь Вам известны Это документы Которые Поставлены Российским Руководством Перед странами Запада То есть НАТО И Соединенными Штатами Это соглашение По Ядерным Стратегическим Наступательным Ударным Вооружениям И вопрос О восстановлении Того статуса Который был В 97-м году Когда Были даны Все заверения Обещания О том Что НАТО Не будет Расшириться Вот тогда Мы станем Перед лицом Прямого Уже Серьезного Очень Мягко говоря Разговора Может быть Эти конфронтации С Западом Западными Странами Каждый Организм Который Теряет силы Умирающий Организм Начинает Дергаться В конвульсиях Для того Чтобы обеспечить Еще какие-то Возможности Для Жизни Для выживания Вот так Себя ведет Средний запад Я очень Надеюсь Что Вы Как Представители И Студенчества Людей Которые Учатся И наверное Многие из вас Пойдут в науку А здесь Уважаемые Ваши педагоги Присутствуют Которые Представляют Очевидные Политические Науки Тоже Внимательнейшим Образом Прочитайте Несколько Документов В прошлом Году Вышла Убедительная Обстоятельная Статья Владимира Владимировича Путина О Украинском Народе Почитайте Ее Внимательно Там Очень Много Логики Очень Серьезных Обоснований Что Такое Украинский Народ Что Такое Русский Народ И Два Еще Документа Это Соглашение С Соединенными Штатами Америки Которое Мы Предложили В декабре Прошлого Года Подписать Именно По Ударным Вооружениям Которые Они Пытаются Все Время Приблизить К нашим Границам И Договор Со Странами НАТО Это Договор Именно В адрес НАТО О Нерасширении НАТО И Приведении НАТО В соответствии С теми Принципами Которые Были Заложены Первоначально В отношениях Россия НАТО В 97 И Предыдущие Годы Прочитайте Пожалуйста Вы многое Из этого Поймете Я просто Их не буду Вам Пересказывать Но Понятие Хотел Просить Вас Одно Что Вот эти Мировые Проблемы Которые Сегодня Возникли Они Не пройдут Стороной Мимо Вас Не пройдут Стороной Мимо Нас Не пройдут Стороной Дальше Будет Определяться Сможем Мы Удержаться Вместе Сложить Наши Силы И Как Принято Цивилизационно Выставить В этой Новой Очень Серьезной Борьбе Как Сказано Многими Борьбе Не на жизнь А на смерть Или Не сможем Если Это Сделать Не удастся А я В это Не верю То Судьба Всех Наших Стран И тех Осколков Которые Могут Появиться О которых Думают Наши Западные Так сказать Оппоненты И противники Незавидное Будет Поэтому Мы Должны Держаться Мы Должны Стоять Сегодня Крым Вот как Переломный Момент 2014 Год Я о нем Рассказал Это Переломный Момент Развивается Таким Образом Что он Является Примером Реальным Того Как Может Развиваться Регион Или Отдельное Государство Которое В реальное Союзничество И единство Входит Федеральная Целевая Программа Государственная Программа Развития Крыма Очень сильно Подкрепила Динамику Возрождения Этой земли Земля Очень интересная Прекрасная Сейчас мы Проводили Презентацию Туристического Потенциала Крыма Разговаривали С армянским Бизнесом Который Сегодня В этих условиях Когда Против России Объявлены Так называемые Адские санкции И почему-то На Западе Думали Что мы Сразу Рухнем Все у нас Весь народ Выйдет Выступать И кричать Мы потребители Мы хотим В брионе Ходить Или в каких-нибудь Марках И так далее И нам Обязательно Памперсы Хакис Для наших детей Нужны А не свои собственные Которые мы Элементарно Можем Производить Так вот Этой ситуации Не происходит А Крым Самым динамичным Образом Развивается И каждый год Цифры развития Составляют Двузначную цифру Вот за 8 лет В 3 раза Выросла Вырос валовый Внутренний Региональный Продукт Крыма Республики Крым Я имею в виду У нас Два субъекта Федерации С нами Приехали В рамках Вот нашего Визита Для проведения Дней Крыма В Армении А их мы проводим Каждый год Только в прошлом году По-моему Я не смог Побывать в университете Не знаю По каким причинам А так я Стараюсь к вам Приезжать каждый год И каждый год Выступать Спасибо вам За гостеприимство Так вот Мы получаем сегодня Столь интересную картину Развития Развития инфраструктурного Построены колоссальные Новые Дороги Магистрали Аэропорты Мосты Ну все что нужно Не говоря уже О гуманитарной Или социальной Инфраструктуре Больницах Школах И так далее Поэтому я вас Как людей молодых И которые Желают своей жизни Не увидеть побольше Интересного Активно приглашаю Побывать в Крыму Где Кстати это ведь Историческая земля Для армян Что было в Крыму Кто помнит Как называлось А? Нет Черноморская Армения Да конечно Это Армяне Которые из Восточной Византии В основном Переселялись Под давлением Все более И более Надвигающихся Так сказать Османов Мусульман И они Выезжали Проходили По побережью Черного моря Выезжать не на чем Было только на телеге Разве что И Селились В том числе И на побережье Черноморском Кавказском И В Крыму Обосновывались И в средние века Уже В Крыму Была Черноморская Армения Вы должны Об этом знать И помнить Поэтому Это Для вас Земля Во многом Родная Черноморская Армения Это Величественные Храмы И до сегодняшнего дня Сохранившиеся Сурбхач Там Правильно 1338 год Постройки Вот Это 13-14 Века Это Была Развитая Цивилизация Не говорим О том Что Сегодня Десятки тысяч Армян Живут В Крыму Да и Всегда На протяжении Всех последних Веков Жили Включая Великого Ованеса Или Ивана Константиновича Ивазовского В честь которого Назван Аэропорт Симферопольский Посмотрите Полистайте Картинки Вот Вы же Пользуетесь Этими Гаджетами Я вообще Считаю Что Ни один Инструмент Не может Называться Таким Словом Гаджеты Мне страшно Становится Ну вот Если Посмотрите Найдете Там Симферопольский Аэропорт Посмотрите Пусть Этот гад Вам скажет Что это На самом деле Это Вот Ну Конечно Я не Привык Хотя Тоже Вот Последнее Время Стал Профессором ГИМО У нас Есть Такой Университет Котором Кстати Армян Много Учится Не Привык Просто читать Лекции Или Бесконечно Рассказывать А то я вижу Девочкам Уже Скучно Становится Да Поэтому Давайте Перейдем В диалоговый Формат И поговорим С вами Что Вас Волнует И интересует В том числе Из того Что я Затронул В своем Выступлении Профессора Гарника Сироповича Сатриана Который Является Директором Института Востоковедения Нашего Университета Это Ведущий Ученый Ученый Мирового Класса И думаю Что В контексте Крыма У Гарника Сироповича Уже Наверное Возникли Идеи В контексте Крыма У меня Никаких Идеи Нет Я имею Ввиду На научно Образовательном Поприще У вас Что-то должно Было Пожалуйста Георгиевич Меня интересует Богослов Если Чувствуется ли Кримско-татарский Фактор И вообще Прослеживаете ли Вы Не вы лично А в соответствующей Структуре В Криму Какие-то Организации Центры Финансово-юрмой Инструкции Для следующей Определения Цели Провоцирования Развития Соответствующего Криму То есть Тюркийский Фактор Спасибо большое Но Прежде всего Я Реагируя На Сказанное Хотел бы Отметить Что Для меня Установление Таких Научных Связей О которых Вы говорили С Крымским Федеральным Университетом У нас Еще Инженерно-педагогический Университет Есть Где Крымско-татарский Фактор Кстати Очень Серьезно Представлено Это Интересные Абсолютно Нужные Полезные Очень Вещи И Взгляд Из Армении Из Крыма Он ведь Нацелен Примерно На одни Геополитические Пространства Мы В неком Едином Геополитическом Процессе Участвуем И Армения И Крым Теперь Отвечая Насчет Крымских Татар Могу Сказать Одно Что Есть Безусловно Попытка Влияния На Крымских Татар Но В самом Крыму Это Чувствуется Сейчас Гораздо Меньше Потому что Верхушка Крымско-татарская Такая Про Турецкая Одновременно Про Киевская Потому что Киев был против Москвы Антироссийская Она уехала В Киев Это Небольшое Количество Людей Это Ну не знаю 10-12 Человек Но Часть Из них Была Введена Двое По-моему На посты Депутатов Парламента Украины Да То есть Такие Места Теплые И вот Они все Говорили Мы Руководители Крымско-татарского Народа А когда Тебя нет 8 лет Со своим Народом Какой ты там Руководитель Кричащий Из Киева Только одно Россия Враг Россию Надо Задавить Додавить Украинский Народ Поднимайся На борьбу С Россией И так далее Разумеется Эти Так называемые Лидеры Потеряли Всякое влияние А Пространство Единое Информационное Социальное Пространство Развития Экономическое И прочее Конечно Превратили Крымских Татар В абсолютно Понимающую Систему Создали Новое Мировоззрение Во всяком Случае Для молодого Поколения Там Нет Ощущения Конфронтации Но ячейки Определенные Хизбут-Тахрир Например Признанная Экстремистской И в нашей стране В России В целом И во многих странах За рубежом Кстати И в Турции И в Германии Хотя Каждый раз Как только У нас Арестовываются Представители Экстремистской Группировки Если они Обнаруживаются Далеко Они не всегда Крымские Татары Там могут быть Представители И других Мусульманских Так сказать Народов И даже Не мусульманских Даже русские Есть в этом Хизбут-Тахрире Которые Проникнуты Какими-то Экстремистскими Взглядами И приняли Мусульманса Такие тоже Люди Бывают Да Но сразу Крик на весь мир Вы Обижаете Значит Сажаете В тюрьмы Крымских Крымских Татар Крымско-татарский Народ Преследуете У нас есть Крупные Организации Общинные Крымских Татар И они Все время Выступают В ООН В ОБСЕ Ездят на площадке Они выбирают Своё руководство Вместо Меджлиса Так называемого Законным путем Они сказали Ну раз Меджлис Себя Ну в общем Исчерпал И обанкротился Мы Давайте На Курултае Это собрание Значит Крымских Татар Крымско-татарского Народа Изберем Не Меджлис А чтобы не было Путаницы Назовем Шура Совет Ну Шура По-тюркски Как-то Да Избрали этот Совет Еще в 16 Или в 17 Году Нет Запад Крымско-татарский Признайте Меджлис Верните Признание Меджлиса Крымские Татары Говорят У нас Нет Такого Органа Меджлис Что вы От нас Хотите Какой Меджлис Мы должны Признать Если у нас Шура Руководящий Орган Ну там На западе Понимают Что если Отказаться От слова Меджлис То уже Как бы Теряется И связка Вот это Антироссийская Крымско-татарский Крымско-татарский Антироссийский Вектор Он утрачивается Поэтому Конечно же С крымскими Татарами Жизнь Нормальная Мирная Во всех Общественно-политических Процессах Они Участвуют И вот Такой Взгляд На Турцию Который Был Раньше Очень Определенный Что Турция Вот Очень Важна Близка Для нас Турция Это чуть ли не Родина Наша Это Сходит На нет По одной Причине Мы Проповедуем Одну Простую Идеологию Крымско-татарский Народ Это Одна Из Пяти Шести Ветвей Татарского Народа А татарский Народ Государство Образующий Народ В России Поэтому Это Ваше Государство А не Турция В Турции Кто Из крымских Татар Оказался Вот Они К нам Приезжают Они На крымско-татарском Языке Не говорят Как Не говорят Уехавшие Черкесы Чеченцы Там И другие Народы Кавказские Которые Во времена Кавказских Войн Ушли В Турцию Помните Мухаджирство Было Такое Явление Мухаджирство Не только Университет 5% У нас Украинцев Причем В основном Подавляющее Большинство Русскоговорящих Все равно Мы признали Чтобы Украине Показывать Пример Как Относятся К языку Национального Меньшинства Ничего Не действует Ни на какую Украину Ни на какую Турцию Не действует Вот это Вызывает У турок Эффект Съеживания Им становится Как-то Неудобно Страшно И Так сказать Что же Будет С нашими Крымскими Татарами Живущими В Турции Если им Эту идею Так сказать Продвинут В общественное Сознание Что Крыму Там все Соблюдается А у нас Ничего этого Нет И близко Ведь нет Вот Поэтому Это фактор Который Мы тоже Стараемся Активно Использовать Не только Для того Чтобы было Так сказать Мирная Была мирная Жизнь В самом Крыму Но и Для работы На турецком Направлении Чтобы показывать Неправоту Стремление Турок Называть Крымских Татар Крымскими Турками А такое Стремление У них И есть Но уже Крымские Татары Этого Не хотят В самом Крыму И больше И больше Доходит До крымских Татар Турцев Ну думаю Ответил Настойчиво Георгий Мы Пришли На критическую Точку Если хотите К военному Столкновению На грани Этого Нужна Мобилизационная Экономика Нужна Мобилизационная Политика И идеология И никуда От этого Не денешься Вот вы Имеете ввиду Молодые люди Во время Войны Никаких Таких Расслабленностей И послаблений Разных точек Зрения Быть не может Надо Закончить Войну Потом Вы будете Разбираться Чья Точка Зрения Была Правильной А если Вы во время Войны Будете Говорить А я так Считаю Другой А я так Считаю Третий Вообще Не согласен С этим Давайте Правительство Убирать Давайте Все Менять Точно Войну Проиграете Поэтому Единство Консолидация Это я Вам говорю Как Будущим Политикам Да Нужны Критические Моменты Истории Для государства По другому Вы потеряете Государство Мы его Потеряли В девяносто Первом Году Не имея Перспектива Военного Столкновения Как Бисмарк Говорил Помните Что Россию Снаружи Разрушить Невозможно Только Изнутри Можно Россию Разрушить Поэтому Берегите Свою Родину Берегите Армению Берегите Армянский Народ Он Как Русский Народ Сегодня Один из Самых Разделенных Народов В мире Консолидируйтесь Тогда у вас Будет Крепкая Страна Но Запомните Одно Даже Большой Русский Народ Не в Состоянии Выжить В одиночку Мы Все Кто Стоит На позиции Того Что У каждого Народа Есть Право На язык На культуру Образование На автономное управление И так далее Должны сплотиться Чтобы в этом Новом мире Выстоять При переломе При таком Повороте Геополитическом Который Сегодняшний Мир Переживает Тогда Мы с вами Выжим Поэтому Я вот Очень Благодарен Айку Борисовичу Он не только У нас Возглавляет Клуб Друзей Крыма Он еще и Последовательный Сторонник Союзнических Отношений Реального Союза России Армении В Союзе Мы были На протяжении Веков И мы Могли Преодолевать Любые Кризисы Любые Труднейшие Ситуации Любые Войны Если мы Не будем Вместе У каждого Народа Будет Своя Судьба Какая Я пока Сказать Не могу